Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 октября, день Прова. Почитали память трех мучеников – Прова, Андроника и Тараха. Они пострадали за веру во Христа во время гонений. Их схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые принесли стойко. Потеряв веру в то, что можно переубедить этих людей, правитель распорядился бросить их в ров с дикими животными, но их не тронули. Тогда трем мученикам отрубили головы. В народе сегодняшний день называли Андреем звездочетом. Народ верил, что звезды оказывают влияние на многие жизненные события и явления. Так, когда человек рождается, то на небе зажигается новая звезда. Если падает, говорили, что кто-то умер. Боялись комет, считая их предвестниками глобальных катастроф, эпидемий, войн, мора от голода. Сегодня нельзя было громко смеяться, чтобы не навлечь беду. Опасались случайно обидеть кого-то, поскольку это тоже предвещало многочисленное несчастье. Если сегодня стучали в дверь избы, то не спрашивали кто там, чтобы беду в дом не упустить. Готовили сегодня кашу. Крупа сравнивалась со звездами. Которых было также много. А заправляли кашу маслом для взрослых и вареньем для детей. Приметы. Если тусклые звезды, это к теплу. Яркие, к сильным морозам. Если звезды немного мерцают, в ближайшее время пойдет снег. Если сегодня видно много звезд, жди хорошего урожая. Синее сияние, исходящее от звезд, будет снегопад. Доброе здоровьица. В эфире программа «Целебная кулинария». У нас в гостях ведущая. Телеведущая. Телеведущая. Телеведущая Таня Ларич. Мы с ней давно снимаемся, поэтому она мне очень хорошо помогает и здесь. Танюша, я знаю, ты там где-то была в жарких странах. В Непале. Вот там ты такое увидела. Значит, страна высокогорная, поэтому сельское хозяйство выглядит террасным образом. Конечно, когда поднимаешься на полторы, на две тысячи, вот так вот вниз смотришь, а там прям ступень, ступень, ступень. И все мы идем, едем. Ну, кто как поднимался на горы. Я сначала ехала, потом шла. И смотрю, думаю, что же они выращивают? Что же они едят? Ну, чуть-чуть есть кукурузка и белокочанная капусточка. То есть они белокочанную капусту? Да, выращивают. Слушай, а рис как там? Ну, рис, конечно, конечно, да, конечно. Рис из мяса, значит, курочка и козлятина. Хорошо, что я узнала об этом после того, как я ее съела. Очень вкусная. Ну, там соусы. Козлятина? Козлятина, да. Ну, много жгучего, конечно, вот оно, наверное, им чистит все эти жгучие, какие-то перцы какие-то, все прям вот такое вот. Жгучее должно в жарких странах, потому что там полно-полно паразитов. Начинаем от больших и кончаем маленькими, чтобы ничего этого не было. Поэтому жгучего добавляют, это нормально. Кстати, они к этому очень привыкли. Да, ну и у нас очень много любят в стране, да, людей, там что-нибудь, табаско какой-нибудь, перчик, вот. Поэтому я решила сегодня поделиться с вами рецептом непальского салата. Почему непальского? Потому что однажды мы остановились в гостинице, там, высоко в горах. Ну, все альпинисты мира что-то дойдут. Поэтому маленькое поселение уже, считай, обязательно имеет свою гостиницу. Я говорю, ну что, когда же нас покормят местной едой, простой, деревенской, что это будет? Вот единственный овощ, который был, это была капуста. И для особо, значит, приближенных к императору людей, для дорогих гостей из России, в этот салат добавили помидор. Я решила модифицировать, добавить кое-е-ще, чего сама. Это было вкусно было. Ну, знаете, когда ешь все время, как картошку они едят тоже. Ну, вот мне было мало этой еды, вот этой вот овощной, мне было и очень мало. Вот уж в гостинице, когда мы спустились, и там наутро давали овсянку, все, моя душа пела. Мне очень было мало вот этой зелени. Сейчас, конечно, возвратившись, я ем все. Даже вот смотрю на вашу свеклу красивую с ботвой, вспоминаю, но ведь едят. Осетины делают пироги с начинкой. Из ботовой свеклы? Да, из ботовой свеклы, очень вкусно, с сырком. Ну, давайте по порядку. Давайте. Значит, молодая капуста, вот тоже, скажите мне, пожалуйста, почему молодая капуста мягкая? Вот сейчас идет молодая капуста. Ну, он еще и белок не сформировался просто-напросто. Ну, такая она прекрасная, эта капусточка. Вот я даже вот так вот чуть-чуть, вот еще побольше отрежусь, достаточно. Хорошо, а я также приготовлю салатик из капусты и попробую даже блюдо из ботвы свеклы сделать. Давайте попробуем. Салатик. Салатик. Естественно, я всегда буду делать блюдо с таким уклоном целебным. То есть я сюда еще буду добавлять некоторые вещества, вернее, некоторые продукты, которые бы повышали биологическую ценность нашего салатика. Итак, что мы делаем? А как вы ее режете? Покажите. А, мелко-мелко прям, да? Постарайтесь мелко порезать. Ручки у вас должны быть чистенькие, потому что ее еще надо будет потом подолить, чтобы она пустила сок. Хорошо. Маловажно. Вот я обезьяню хотела делать соломкой, посмотрела на вас. Красиво прям шинкуете. Да, привычка. Привычка? А у меня привычка уточнять у автора книги, что написано в книге. Вот в книге «Травник» у вас про капусту есть абзац. Я вот даже подготовила, сейчас вам процитирую. Ага. Значит, вот полезна капуста при болях в костях и не дает содержимому злокачественных опухолей проникать в органы тела. Как это помогает от боли в костях? Вот смотрите, от боли в костях сначала, чтобы было все ясно, я расскажу немножечко об онкологии. Что такое онкология? Онкология злокачественная – это опухоль. Онкология – это вообще учение об опухоли. А рак – это злокачественная опухоль, которая быстро растет, питается за счет организма человека. И знаете, что она, как бы сказать, норовит сделать с организмом? Она идет туда, где, будем говорить, делается кроветворение. Что такое кроветворение? Кроветворение – это основа жизни организма. Вот кроветворение у нас творится в костях. И раковая опухоль стремится добраться туда, где как раз делается жизнь организма. И уже напрямую потреблять ее. Представляешь, какой паразит? А капусты как она ставит за слон костям? А капуточка ставит за слон. Смотрите, это вообще капуста очень, конечно, интересное растение. Ну-ка, понюхай. Классно. Нет, вот классно. Она там уже пахнет, да? Пахнет. Здесь содержится много серы. А как вы знаете, сера является одним из веществ, которые входят в серосодержащие лекарства, которые подавляют там разного рода инфекции и так далее, и тому подобное. Поэтому биологически активная сера, которая здесь находится, она будет очень и очень полезна для профилактики онкологии. Раз. Далее. Здесь содержатся еще другие вещества, которые способствуют защите организма от онкологии. И к тому же, к тому же, часто онкология возникает из-за того, что у нас, знаете, вообще опухоль. Что она делает в организме? Она старается сделать его, вообще любая болезнь старается уложить человека, чтобы сделать его менее активным. Потому что как только человек активен, двигается, кровь двигается, перистальтика, все работает, с человеком трудно справиться. Как только уложила болезнь человека в постель, с ним уже справиться легче. Кровь движется медленнее, возникают застои. В местах застоев можно уже, знаешь, там питаться, там можно что-то там заливать и так далее. Перистальтика не работает, значит, там бру-бру-бру-бру-бру-бру. Газы у нас бурлят, значит, шлак еще выделяется и дополнительно отравляет наш организм. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во все. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!